Что такое меры ноль, я уже сказал. Сейчас давайте... Вообще, теорема, которую желательно бы научиться доказывать, это для каких функций существует интеграл, а для каких функций интеграл не существует. Оказывается, однако, что само понятие интеграла, оно бывает не с этих типов. Бывает интеграл Риммана, бывает интеграл Ребега. Так вот, мы с вами докажем, что у всякой функции непрерывной на отрезке есть интеграл Риммана, а заодно и интеграл Ребега. Оказывается, что интеграл Ребега – это более общее понятие, чем интеграл Риммана. Прежде чем переходить к точным конструкциям, наверное, имеет смысл объяснить наглядно, что такое интеграл Риммана и что такое интеграл Ребега. Мне больше всего нравится такое объяснение. Вот представьте себе, что у вас имеется в кармане дикое количество мелочей. Я даже показывать не буду, я просто позвеню. Слышите? Килограммы мелочи. Мы берем, высыпаем ее на парту и пытаемся посчитать, какие есть два способа подсчета. Риммана или Ребега. Риммана – это когда у тебя мелочь высыпана по всей парте, и ты берешь и считаешь монеткой за монеткой. Считаешь, считаешь и считаешь. Ребега – это когда предварительно разложишь рубли отдельно, десятки отдельно, пятерки отдельно, пятьдесят копеек отдельно, десяти копеек отдельно, копеечки отдельно. Понятно? Теперь, что это на рисунке математическом? Если у нас есть отрезок АВ и какой-то график функции, то что значит взять интеграл по римму? Очень просто. Надо отрезать, нарезать на кусочки. На каждом кусочке посмотреть, какие функции принимают значение, взять любое из них, взять соответствующий прямоугольник. Понятно, что я делаю? И сказать, что график функции чем-то похож на систему таких прямоугольников. Понятная идея? Нет, здесь не так. Вот эта точка. На каждом из отрезочков берем какое-нибудь значение функции и приближаем функцию такой ступенчатой прямоугольниками. Сумма площадей всех прямоугольников. Кстати, если прямоугольник под ось, то тогда площадь его надо брать что? С минусом. Если случайно точка Б будет левее, чем точка А, тогда нужно что брать? Тоже, соответственно, с минусом. То есть, когда вы берете площадь прямоугольника, надо умножать значение на длину отрезка. При этом, если отрезок отложен не направо, а налево, то брать с минусом. И, соответственно, если значение отложено не вверх, а вниз, то брать с минусом. Все понятно? И вот это называется по риму. А теперь, что по либеку. А по либеку замечательное совершенно новое. Мы берем, смотрим, какие значения может принимать наша функция. И, внимание, нарезаем на кусочки множество значений функции. После этого берем какое-нибудь значение и, внимание, смотрим, где функция это значение приняла. Вот здесь она и приняла. Соответственно, смотрим длину этого отрезка или, если это несколько отрезков, суммы длин. И умножаем на соответствующее значение. Потом смотрим вот здесь. Здесь уже хитрее будет. Функция вот здесь и здесь принимает такие значения. Смотрим меру этого множества. Поняли идею? И так проходим по всем значениям. Конечно, опять-таки, что брать из этого интервала значений, ну, некую случайную величину, поэтому опять мы не получим точное, но, тем не менее, приближение. Почему по Лебегу получается, что называется, лучше? А вот почему. Когда вы функцию измените, например, на множестве всех рациональных чисел, то заметьте, пожалуйста, множество всех рациональных чисел мер ноль. Это у нас сегодня было специально, что такое мер ноль. А поэтому интеграл Лебега это вообще не заметит. С другой стороны, если вы измените... Почему интеграл Лебега это у меня? А потому что множество мер и ноль он вообще не замечает. Любое изменение, когда вы берете на отрестье любое под множество мер ноль, то когда вы будете брать меру множества, то мера множества не меняется от того, что к нему добавят или... Что-то меру, правда, еще не обсуждали. Я понимаю, но тем не менее, она не будет меняться, честное слово. И поэтому вы сможете взять на множестве всех рациональных чисел поменять функцию, а интеграл это даже не заметит. Таким образом, например, функция, характеристическая функция множества рациональных чисел, то есть, которая равна единице для любого рационального числа и нулю для любого иррационального числа. Она не интегрируема по римону, давайте обсудим, почему она не интегрируема по римону. Потому что, когда у вас есть отрезок, например, нуля для единицы, вы его режете на кусочки, то на любом из этих кусочков есть как иррациональное число, так иррациональное. Поэтому, когда вы будете брать приближение по римону, вы можете взять как значение, равное нулю, так и значение, равное единице. Причем на любом интервале 4. То есть, один из примеров приближения это будет строго такой отрезок, а другой пример приближения это будет вот такой отрезок. Причем, как ни дроби, все равно это не изменишь. Поэтому по Римону у вас и такое, и такое всегда будет, а значит предела интегральных сумм не будет. А по Либегу множество акциональных чисел можно пренебречь. И поэтому по Либегу у функции, которая равна единице для рациональных и нулю для иррациональных, есть интеграл, и этот интеграл равен нулю. То есть по Либегу многие функции интегрируемы, которые по Римону не интегрированы. Значит, сейчас, как верно нам заметила Лариса, неплохо бы дать определение того, что такое измеримое по Либегу множества. Я, разумеется, говорю про множество на вещественной прямой, хотя, кстати, ребята, все понимают, что ровно так же можно говорить про плоскость. Что на плоскости будет вместо интервальчиков? Кружки, конечно, да? На плоскости вместо интервала будут круги. Ну или если угодно, прямогольники, это не важно. Потому что любой прямоугольник можно покрыть кругом, и наоборот, там, любой круг можно покрыть квадратиком. Ну или системой кругов. Если у русский прямоугольник, то лучше покрыть системой кругов. Ну что, сможем? Множество измеримо. Продолжение следует... Спасибо.